В Славянском районе завершилось открытое первенство по тхэквондо. За победу приехали бороться более 350 спортсменов. Славянская команда была одной из самых многочисленных. Побороться за медали в открытом первенстве по тхэквондо в наш город приехали спортсмены со всей России. Среди участников – любители боевых видов искусств из Краснодара, Сочи, Ейска, Ростова, Тагадрога, Камышчина. Место проведения первенства было выбрано не случайно. В нашем районе прекрасная материально-техническая база для проведения такого уровня соревнований. В Центре спортивной подготовки олимпийц были созданы все условия для участников первенства и судейской коллегии. Славянский район всегда нравился тем, что предоставляют шикарный стадион для проведения соревнований по тхэквондо. Тхэквондо является олимпийским видом спорта и поэтому все больше на него внимания обращают. Такие условия, как здесь, я думаю, ни в одном городе Казахского края нет у нас. Славянский район представляли более 80 спортсменов. Все ребята – воспитанники детско-юношеской спортивной школы Петровская. Наша команда оказалась одной из самых многочисленных и сильных. Копилки наград славянских спортсменов 38 медалей, 16 из которых – золотой пробы. Наши ребята из Славянского района занимают места даже на международном уровне по дисциплине фристайл, по спаррингам. Пока лишь только на российских соревнованиях. Это призеры есть. Списки победителей первенств России и Европы может пополнить и славянская спортсменка Полина Леошко. Девушка, несмотря на свою хрупкость, демонстрирует стойной характер. И тренер уверен, что у нее большое будущее. Вот и на этих соревнованиях Полина отлично выступила, завоевав золотую медаль. Это моя не первая схватка. Я давно уже езжу на соревнования. Это был не очень сильный, но и не очень слабый соперник. Я уже отбила все свои бои. Я заняла первое место. И у меня закончились бои. У меня их было всего три. Тэквондо – это олимпийский вид спорта, так что, возможно, среди этих яростно дерущихся мальчишек и девчонок – будущие олимпийские чемпионы. А пока они только учатся побеждать, закаляют волю и характер. Первенство проходило в разных весовых и возрастных категориях. В каждой были определены свои победители. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».